Вначале только несколько слов о биографии этой удивительной подвижницы, монахини в миру, ведущего ученого, профессора, многолетнего преподавателя и удивительного человека, нашего современника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молитвами святых отец наших, молитвами приз напоминаемой матушки схемонахини Игнатии, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Когда я приехал в Москву, Ирина Александровна повезла меня навстречу к матушке схемонахини Игнатии Пузик. И входим в удивительный мир, нас встречают две монахини. Это схемонахини Игнатия и её верная всежизненная келейница, монахиня Мария. Мои воспоминания восходят к времени моего отречества и юности, прошедшие под покровом стол преподобного Пимена Великого, Московского храма, воскресную школу которого меня привела моя мама восьми лет отходу в 1991 году. Там произошли две судьбоносные для меня встречи с моим духовным отцом, настоятелем храма, отцом Николаем Петровым и матушкой монахини Игнатией Петровской. И когда я вам сказал, что есть старцы и назвал матушку старицей, то я это сделал таким образом, чтобы вы почувствовали, что мы имеем и слышим, и слава Богу, матушка нас учит и назидает, примером своей скромной жизни, своей углубленной молитвой, своим вниманием ко всему духовному. Мы ее изначально называли Валентиной Ильиничной, так как не знали, что она тайная монахина, так как она не носила монашеского одеяния, и до 90-летия ее нам это было неизвестно. Воспоминая ее образ, я помню, что она всегда была в строгой, скромной, темной одежде. У нее была любимая темная вязаная синяя кофта с черными пуговицами, длинная прямая черная юбка и прозрачный платок, который покрывал ее белые цедины, волнистые волосы, собранные в путем. Завершал ее образ большие очки, из-за которых она говорила, что считает, что выглядит достаточно сурово. Но мы, дети, конечно, были влюблены в ее большие серые глаза и совершенно не боялись больших очков. Часто после службы мы, дети, окружали ее стульчик, на котором она имела свойство отдыхать во время чтения кофизм, и рассказывали ей о прошедшей неделе, о том, какие у нас успехи в музыкальных занятиях или в школьном учении. И каждый из учеников, подходящих под благословение к Матушке, получал слово утешения, слово радости и уходил подбодренный. Нас с Матушкой сблизили занятия у нее дома по церковнославянскому языку, которые происходили с благословения отца Николая. Каждую неделю я и еще одна девочка Светлана ездили к ней на занятия. Помимо церковнославянского языка и грамматики, Матушка делилась определенными духовными впечатлениями, рассказывала нам интересные моменты своей жизни, путешествий. Нужно сказать, что Матушка очень любила цветы, и у нее часто, подолгу они стояли в вазах. Матушка посвящала им небольшие очерки в своем гимнике, но особенно она любила тюльпами. Она говорила, что это необычный живой цветок, ведь каждый день к вечеру он закрывается, и даже срезанный оживает и славит своего Творца. И такие цветы тюльпаны висели у нее в виде небольшого наброска над пианино. Что касается самих занятий, то в храме они были разделены на группы. Была группа для взрослых и две группы для детей, постарше и помладше. Так продолжалось и в занятиях не только в храме, но и в домике. От матушки к тому времени было уже почти сто лет, и почти никто не догадывался, только самые близкие знали, каким трудом ей достаются эти занятия, так как она уже фактически ослепла, ничего не видела, и приходилось слушать то, что ей зачитывали по книгам, которые она сама подбирала. У меня специально приходит моя сотрудница, она профессор теперь уже. Она приходит мне и помогает мне готовить уроки, которые я провожу. Потому что раньше я читала сама, а сейчас я читать не могу. Но так как у меня это уже такой последний год, я 12-й год преподаю в хоре. В воскресе, да? Я хотела сейчас последний год преподавать, потому что дальше уже совсем невозможно с глазами. А это потом где-нибудь написано, что почитать можете? Почитайте почитать. Нет, но у меня друзья, которые меня записывают на аппаратик. Там есть молодая девушка, моя ученица, которая была 7 лет, начала учиться, теперь уже и бабушка небольшая, у которой все это сохранено. Вот эта Катюша, вот эта Катюша может объединить это все. Выстраивались длинные лавки в трех пределах храма. В центральном храме, в Троице, в пределе преподобного Пимена Великого и в пределе владычи нашей Богородицы Владимирской. Длинные лавки стояли лицом к алтарю, перед ними стоял столик, за которым обычно сидел преподаватель. Матушка же никогда не сидела, она всегда преподавала стоя. Она говорила нам в частной беседе, что она очень много ездила по стране, по миру, была оппонентом на защитах докторских, кандидатских диссертаций по биологии, участвовала в конференциях и выступала на них. И поэтому всегда это делала стоя. И тем более, раз она преподает закон Божий, она не может себе позволить перед учениками и перед Господом сидеть. Что касается матушки, батюшка никогда не говорил, что именно должна она говорить. Он относился к ее знаниям и к ней самой с почтением и даже благоговением. Я помню такой случай, когда батюшка обращался к матушке и говорил, благословите, матушка. А она смущенно говорила, нет, батюшка, я не могу благословить и вы. Так происходило несколько раз. Они друг у друга брали благословение. И затем уже батюшка говорил с Богом, и матушка начинала вещать ту тему, которую они согласовали с батюшкой до начала учебного года. Обычно это была тема на целый год. Нужно сказать, что матушка и матушкины занятия, матушкин язык так разительно отличались от того, так скажем, еще постсоветского окружения, которое было в моей средней общеобразовательной государственной школе, что я старалась кратким конспектом все 10 лет наших занятий записать слово в слово хотя бы несколько фраз за матушкой, потому что ее занятия были как бы белый стих. Так это было воодушевленно, глубоко, интересно и необычно для нас, обычных маленьких деток. Матушка преподавала в первый год катехизис, а во следующий год год был посвящен богослужебным книгам. Так матушка говорила, дети, поднимая палец кверху, а кто их, очень важная книга, окта, значит, восемь, это осьмогласник, в храме поют на восемь глазах. Изначально, мои любимые святые, говорила матушка, Иоанн Дамаскин и Косьма Майюнский, создали, а кто их, но создали не восемь, а четыре глаза. Разделили службу на две части, это произошло в восьмом веке, и именно тогда было создано основное богослужение, которое используется повсеместно. Таким образом, матушка говорила не только о самой богослужебной книге, но и о том, кто ее написал. Она говорила, что изначально было четыре глаза, но когда создали следующие четыре, они стали похожи, пятый на первый, а шестой на второй и так далее. Она говорила и о других важных богослужебных книгах, таких как постная и цветная триодия. Постная триодия, говорила матушка, читается только постом, а также в подготовительной неделе поста. Там содержатся очень важные произведения, матушка очень любила их слушать и старалась, и призывала нас к этому. Там есть произведения на реках Вавилонских, там и седохам, и плакахам. Это произведение о еврейском народе, который находился в египетском пылении и плакал, и хотел избавления. Это произведение поется всего три раза в год, и мы старались быть на подготовительных неделях, на все ночные, чтобы услышать это произведение. А также, говорил матушка, я очень люблю произведения покаяния, отверзия, медверь и жизнодавчика. Это поется до пятой недели Великого Поста, после хвалите имя Господня, когда гасятся все паникодилы и свечи, и колено преклоненно мы возносим наши покаянные молитвы Господу. Таким образом, мы все дети, будучи еще совсем небольшими, проникались заранее предстоящими праздниками, событиями или постовыми службами. Нужно сказать, что мы говорили и о самих святых, которые написали, и о том, какое содержание есть в богослужебных книгах. Так матушка говорила. Вы знаете, что в девятой песне пасхального канона, который написал Иоанн Дамаскин, говорит «Светися, светися, Новый Иерусалиме». Что же это означает? Что значит «светися» и почему Новый Иерусалим? Это Царствие Небесное, Новый Город Иерусалим, который Господь приготовил для верных, и который сойдется небо от Господа после второго страшного пришествия Господа нашего Иисуса Христа. А часослов – это книга, в которой содержатся все неизменные службы. А что же такое молитвослов? Тогда задавали вопрос мы, дети, видя, что название очень похоже. А это, радуясь нашему вопросу, отвечала матушка, краткий часослов. Там действительно содержится неизменная служба. Следующий год занятий был посвящен уже тем произведениям, которые используются в храме на богослужении. Мы разговаривали о стихирах, и матушка говорила нам о том, что стихира – это длинные произведения в виде стиха, и они бывают на Господе в озвах, на стиховне, а на Вознесение поются литийные длинные стихиры, есть и короткие стихиры, и не хотят нахвалить их это завершательные, завершающие службу, радостные песни. Главным же содержанием праздника являются тропарь и кондак. Этому матушка уделяла особое внимание. Она говорила, посмотрите, детки, как два разных произведения дополняют друг друга. Если тропарь – это богословское содержание праздника, то кондак – историческое. И сразу приводила нам пример. Она говорила, «Рождество Твое, Христе Божий наш, восья мира и свет разума, в небо звездам служащие, звездой учащуся, тебе кланяйтесь солнцу правды, и тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе!» И она даже иногда поднимала руки. И нам тоже хотелось говорить, «Господи, слава Тебе!» И мы сразу понимали, что это действительно богословское содержание праздника. А дальше она говорила, «А вот мой любимый кондакт Рождеству, послушайте, ведь там историческое содержание праздника говорило, дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангели с пастырьми словословят, волсвижи со звездою путешествуют, нас был ради родися, отрача млада, привечный Бог». И мы понимали, что здесь все события отражены о рождении Господа нашего Иисуса Христа. И уже совершенно по-другому. И пели, и читали, и слушали все тропари и кондаки двум десятым праздникам. Мы спрашивали, «Что же означает кондакт?» И матушка нам отвечала, «Это означает свиток, потому что раньше их писали на свитках». Таким образом, на наших занятиях постоянно строился диалог между матушкой и детьми. И она очень радовалась и приветствовала наши вопросы. Следующим циклом бесед и следующим годом наших занятий был год, посвященный чинопоследованию службы и недельному кругу, в котором матушка рассказывала, что понедельник посвящен небесным силам, а вторник – Иоанну Крестителю, среда и пятница – Кресту Господню, четверг – апостолам, а суббота – Матери Божией и всем святым. И поэтому, говорила матушка, в понедельник читается канон покаянный Господу Иисусу Христу, затем небесным силам и тому святому, праздник которого церковь празднует в этот день. Матушка говорила это не понаслышке, а на каждый день прочитывала службы дома тому святому, праздник которого приходился на этот день. И часто приводила нам примеры из этих служб. Также был рассказ и о годовом круге. Она нам рассказывала о том, что есть двенадесятые праздники, их двенадцать, о том, что есть спасовские или господниства праздники и богородичные праздники, о том, что есть подвижные праздники, связанные с Паской, и неподвижные праздники, о том, что у праздников есть предправство, поправство, И даже последний день называется отданием. Казалось бы, зачем маленьким детям это нужно знать? Ведь это достаточно высокое богословское знание. Но матушка очень хотела, чтобы мы были деятельными участниками службы и знали, когда какие кондаки и тропари читаются и поются. А раз это будет праздник, мы будем знать, что именно нужно прочитать дома и что можно услышать на службе. Так у Рождества Христова предправство длится целых пять дней. У праздника Крещения Господня четыре дня. У остальных двунадесятых праздников предправство всего один день. Нужно сказать, говорила матушка, что у праздника Входа Господня в Иерусалим, а также у праздника Вознесения Господня нет поправок. А мы спрашивали, почему так и почему Икос и Кондакт читаются во время канона после третьей и шестой песни. И мне очень понравился матушкин ответ. Так положено, так составлена служба, и так было установлено святыми отцами, и так приняла церковь. И мы все это усваивали и запоминали. Но самым любимым годом матушки, как она говорила впоследствии, был год, когда она преподавала жития песнотворцев. Это был 97-й год. И матушка начала свой рассказ с того, что многие думают, что песнотворцами являлись только мужчины. Но это не так. Ведь самой первой песнотворицей была сама Матерь Божья, которая воскликнула «Величит душа моя Господа!» «И возрадовайся, дух мой, обозе, спаси моем!» Вторым песнотворцем был Симеон Богоприимец. И матушка очень трогательно рассказывала нам, как трехсотлетний старец держал младенца на руках, и во время этого обращался к нему словами «Владыка!» «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка!» И матушка вот так показывала, как Симеон держал Богомладенца Христа на своих руках. Матушка меня спросила, «А что вы читаете?» Мы беседовали с ней на разные вопросы, и потом она задала такой вопрос. Я сказал, что я читаю такую-то книгу. Но она опять повторила, «А что вы читаете?» И тут я понял, что вопрос этот относится, она так по-старинному спрашивает о том, что я читаю в Свято-Троицкой семинарии, где я тогда преподавал. Читал я тогда курс патрологии Гомелетик. Я ей об этом сказал. Но не сразу это понял. Поэтому вот ее интерес к академическому миру, она об этом расспрашивала тоже, о нашей жизни в монастыре и в семинарии. И сама, между прочим, она имела возможность и выезжала, благодаря участию в этом ученом мире, она выезжала в советское время за границу. Бывала и во Франции, встречалась с представителями церкви, которая там находилась в то время. У нее была, вероятно, возможность и остаться в эмиграции, если бы она хотела этого. Но, видимо, ее путь был, путь нести крест и молитву за свой народ на русской земле в то время. Потом один год у меня был очень редкий вопрос, по которому скоро должна выйти моя книга. Это «Васах церковных служб». Да, и я преподавала ребятам. Все это можно найти и в книге «Песнотворцы». Книга эта была написана матушкой, и там у нее замечательный слог, и все это можно прочитать там. Конечно, я не смогу передать все, что там написано, но частичка ее души вложена и вложена и в наши занятия, и в книгу, и в каждого из студентов и учеников воскресной школы. Матушка любила все делать основательно, и поэтому, преподавая нам этот цикл, она шла от века к веку, от песнотворца к песнотворцу, начиная от Матери Божией. Она шла и к VI веку, когда был роман «Сладкопевец», у которого не получалось, и матушка говорила, «Он был грустный и совсем не мог читать, хотя у него было послушание на клирус. И вот съев свиток, он пришел на Рождество Христово и запел «Дева днесь присущественного рождает». И с тех пор этот кондакт обязательная составляющая службы Рождества Христово. Также она дальше переходила к VII веку, к святому Андрею Критскому, и говорила, что это был святой, который составил самый первый канон, в котором содержится 250 песен и который читается во время Великого Поста. «Откуда начну плакать?» говорила матушка Басом, подражая батюшкам, которые читают этот канон. Переходила она и к своим самым любимым святым друзьям, святому Иоанну Домаскину и Касми Майумск. Хотелось бы сказать, что матушка очень подробно нам рассказывала о том, какие произведения были созданы этими великими святыми, и как много они внесли в красоту богослужения Православной Церкви. Так матушка рассказывала, что такое удивительное произведение, как «Ирмасы Рождества Христова» «Христос рождается, славите, Христос небес рящите» написал Касма Майумский. А все каноны, написанные и на Успение Пресвятой Богородице, и на Сретение Господне, и на Преображение, и на Вознесение Господь были написаны его другом, святым Иоанном Домаскиным. Также святой Иоанн и установил, как правильно читать каноны. И матушка всегда нам давала пояснение, что канон – это содержание службы. Она всегда нам это напоминала, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Так вот, святой Иоанн установил, что канон должен читаться три песни, плюс три песни, плюс три. То есть славить Троицу три раза прославляемую. Но вторая песня изымается и читается только Великим Постом. Матушка очень любила богослужение и своим примером вдохновляла нас посещать самые длинные службы. Так она говорила, «Дети, вам обязательно нужно быть на службе Великой Субботы, ведь читаются удивительные паримии из Ветхого Завета». И она поднимала палец и говорила, «Поверила в Раам Богу!» Умнилась это ему в праведность. И она задавала нам вопрос, «А вы знаете, дети, что такое поверила в Раам Богу, а не в Бога?» И мы старались отвечать, а матушка, клоня голову и сложа руки, кивала, когда была довольна нашим ответом. Часто наши ответы были наивными, а иногда были и наивные вопросы, но она всегда их поощряла. Бывали и правильные вопросы. Так однажды мы спросили, «Матушка, почему тропарь, который поется после «Бог, Господь, и явися нам, благословен гряды и во имя Господне», поется трижды, а вот та песня, которую я сейчас произнесла, четыре раза». И матушка очень обрадовалась этому вопросу и ответила, что «Бог, Господь, и явися нам» поется четыре раза, потому что в стороне или в мире четыре стороны. «И на каждую сторону света мы поем «Бог, Господь, и явися нам». А после трижды славим Господа в Троице, поя Ему тропарь праздника». Она особое внимание уделяла тому, что была среди песнопевцев и песнотворцев и святая Кассия, которая также написала очень много стихир, которые до сих пор используются на службе. Это была святая, очень образованная девушка, и ее хотела замуж взять царь в Константинополе, но испугался ее образованности. И она стала настоятельницей монастыря, который построила сама недалеко от Константинополя. И вот до сих пор в сочельник Рождества Христова мы слышим «Августа, начальствующего на земли». И это именно то, что создала она. И пасхальный канон в восьми песнях содержится ее произведение. В дальнейшем мы слышали рассказ и о трех святителях – Василии Великом, Григории Богословии, Иоанне Златоусте, и о том, почему у них единая слава, и как стоит их почитать, и какое наследие мы получили от них в виде литургии. В дальнейшем был святой Ефрем Серин и святой преподобный Иоанн Лесточник с его тридцатью ступенями. Все это разбиралось очень подробно и не по одному занятию Матушкой. Задавалось нам задание, подготовить какие-то конспекты, выучить какие-то тексты, ответить на вопросы или сделать доклады. Таким образом, Матушка шла к своему самому близкому ей по духу и одному также из любимых песнотворцев – святителю Игнатию Брянчанинову, который, жив в XIX веке, стал для Матушки очень похожим по духу святым, который писал очень красивые стихи в прозе, как и Матушка. Ведь Матушка составила святителю Игнатию Брянчанинову службу, которая используется в церковном уставе. Она составила более 20 служб, и, конечно же, она не могла пройти мимо и очень подробно рассказывала о житии святого и о том, какие творения и труды он оставил для нас. Она не только это рассказывала, но и дарила нам, деткам, подарки в виде книг, в том числе и трудов святителя Игнатия Брянчанинова на Рождество и Пасху. И таким образом, приучила и нас дарить друг другу подарки не в виде каких-то сладостей, как любят дети, но в виде духовных подарков, книг и творений разных святых отцов. В каждую книжку Матушка обязательно вкладывала открытку и поздравляла человека лично. Людей было очень много. Это были и взрослые люди, и мы, детки, и учёные со всего мира. Были даже инославные люди, про которых она говорила. Нужно написать ему поздравления с Пасхой Христовой. Он, конечно, протестант, но очень хороший человек. Для всех в огромном сердце Матушки Игнатия находилось место. Я хотела бы зачитать две открытки, которые Матушка подарила лично мне, и которые я держу в своих руках. На одной под крестом написано «Родная Катюша, с праздником Рождества Христова! Обнимаю тебя! Всегда люблю и помню! Желаю тебе радости духовной и здоровья! Ваша Матушка Игнатия!» А на второй написано «Под крестом! Дорогую Катюшу, нашего поэта и моего искреннего друга от души поздравляю с днём рождения! Господь тебя да возрадует! Господь облегчит твой путь в науках и да пошлёт тебе здоровье и радость твоя любящая Матушка Игнатия!» И действительно, для всех нас Матушка Игнатия стала настоящим другом. Каждый из нас вырос, каждый имеет свою судьбу, но всегда с любовью вспоминает о Матушке. У меня там разные предметы были. У меня был Ветхый совет, Новый совет, у меня было путешествие в Иерусалим, у меня был целый год коммунизации разбирал, потом один год у меня был очень редкий вопрос, по которому скоро должна выйти моя книга, что это, о дворцах церковных служб. Да, и я преподавала ребятам. А тут как раз вышло так, что я заболела, легла в институт, и последний урок не давала, а он очень содержательный, и мы все очень вникли в жизнь апостола Павла. Я подробно очень целый год им все про Павла рассказывала. Ну, как интересно. Павла, а я не деда у нас, а теперь мы будем слушать нашу Матушку, потому что время, это правда, Матушка, времени вам хватит. Да, Боже, осенье, Матушка, осенье, а теперь я попрошу поменяться надо, и там сообщение что следующая суббота расти к свету. Я вот наш Миколаевич сказал, что понятия нет, не знаю, снизу, нет, снизу, через, 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 через... Да, а следующий родительский день сделает там сообщение, поскольку, Матушка наша, повесять. Матушка, а если, значит, продолжение путешествия апостола языков Павла, да, да. Павел, апостол, как бы интересно, ему говорили, Павел Отпостов Христов. Рукою поздравлю и ставлю Павла, как Матвей, где же они теперь, откуда вы, куда? Теперь мы пришли к тому, что мы изучили. Матвей, присядь. Нет. Это мы изучили сегодняшний день. Послание его к великой силе. Когда в последний раз я покидал её гостеприимный дом, она провожала меня тоже около двери, она подошла ко мне близко и, помолчав, вдруг перекрестила моё сердце. Не всего меня, а наложила именно крестное знамение на сердце, прикоснувшись к нему, и сказала, «А Господь что-то откроет вашему сердцу». И я вижу и понимаю сейчас, спустя годы, что действительно и по её молитвам Господь что-то открывает моему сердцу, что-то такое, чего и сам я, конечно же, не достоин. Я понимаю справедливость её слов, которые больше, чем слова, потому что словами, конечно же, нельзя объяснить то откровение, которое Господь даёт нашим сердцам. Вот такая памятная у меня была последняя встреча с Матушкой. Её благословение, благословение моему грешному сердцу, которое я верю, это благословение пребудет со мной всегда. Со святыми упокоя в Христе душу рабы твоя приз напоминаемой схемонахини Игнатии по её святым молитвам. Помилуй и нас грешных. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...